Дорожная обстановка В обязательном соблюдении правил дорожного движения, в частности требований дорожных знаков о запрете остановки и стоянки. Автолюбителям следует заранее продумать места остановки и стоянки транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега с городских улиц и с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Они направлены исключительно на качественную уборку улиц и, как следствие, на обеспечение безопасности дорожного движения, информирует городской департамент транспорта. Руководитель управления информацией и аналитики мэрии Самары Елена Рожкова поздравила в своем телеграм-канале начальника отдела молодежной политики администрации городского округа Самара Екатерину Щенину с победой в номинации «Опыт наставника успех молодых» Всероссийской муниципальной премии служения. В этой номинации отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы. Награждение прошло в Москве в рамках первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». На цифровой платформе msp.rf заработал новый сервис – продажи на маркетплейсах и в соцсетях. Он поможет предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Пишет в своем телеграм-канале Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Условия для развития сегмента бизнеса создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Новый сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах. В Самарской области с действующими мерами поддержки можно ознакомиться также на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона. Телеграм-канал Кировского района рассказывает о пользе физической активности. Спорт делает человека сильнее, выносливее и здоровее, снижает риск развития заболеваний. Для получения существенной пользы для здоровья взрослые люди должны заниматься умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю или интенсивной физической активностью 75 минут в неделю. Продолжительность одного занятия должна быть не менее 10 минут, и сами занятия желательно равномерно распределять в течение недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова